Если вы мне скажете, что сельское хозяйство это скучно, я буду с вами спорить. Ведь если вы найдете место на своем подворье для вот такого горна и научитесь обращаться с кувалдой, то запросто сможете стать кузнецом своего счастья. Кузнец, кузнецу, рознь. Бывают оружейники, специалисты по художественной ковке, а мы сегодня в гостях у мастера на все руки. Александр, здравствуйте. Здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, с чего началась ваша любовь к металлу? Моя любовь к металлу началась еще с лет, наверное, с восьми. Когда я первый раз попал к своему прадеду в Ротовской области. Вот у него свое подворье. То есть получается, что вы по наследству получили эту любовь к работе с металлом? Ну, можно и так сказать, что учитывая, что у меня моя мама, отец, они оба художники. Я вырос среди масляных красок, красоты. То есть буквально с пилюнок, наверное, вам привили любовь к эстетике. Как только я родился, я уже знал, что я буду художником. Ну, больше я вошел в металлы. Закончил я Суздальское художественно-реставрационное училище. Дипломированный художник-реставратор архитектурного металла. Диплом я делал в знаменитом особняке Морозова в городе Москве. А что было темой вашей дипломной работы? Реконструкция в центре библиотеки, когда давно стояла такая огромная, как бы такой светильник люстра. Он на столе и соединяется, значит, на потолку полностью от начала до конца реконструкцию. Именно по старым чертежам архитектора Шехтеля. 26 лет этим занимаюсь, можно сказать, что серьезно. Ваша первая деталь, та, которую вы впервые сделали, может быть, еще даже учащийся в институте до дипломной работы, вот та, которая вас полностью удовлетворила? Таких пока что еще нет. Всегда что-то не устраивает, вот бы сделал бы, по-другому бы, как-нибудь. Может, мне тоже надо переоблачиться, да пойдем работать уже? Что стоять-то? Сейчас сделаем, вот это фартук кузнечный. Выглядит, как настоящий кузнец. Ну что, за работу? Давай. Интересный факт. Правители и некоторых стран Африки выбирали только те, кто хорошо знал работу кузнеца. Сейчас и проверим, смог бы я быть вождем какого-нибудь африканского племени. Начнем мы, ну, не с Азов, а где-то с середины. Вот так вот, сразу. Будем и сегодня ковать акантовый лист в стиле барокко. Не будем мелочиться. Без всяких так подковки там на счастье, монетки, сразу акантовый лист в стиле барокко. Я смотрю, что у вас здесь инструменты самые разные. Вот чем он отличается? На мой взгляд, ну, обычно должны быть там плоскогубцы там или щипцы, а почему они такие все своеобразные, почему их столько много? Это немного. В хорошем, нормальной кузнеце их 50-100 за 200 переваливает. Это все ручная работа. То есть вы сами себе делаете инструмент? Да, каждый кузнец делает себе сам инструмент. Пока разгорается наш горд, давайте побеседуем о ваших работах. Есть ли те, которыми вы особенно гордитесь? Ну, скорее всего, это не гордость, а больше похоже на профессиональный такой особый взгляд. И о том, что в кузнечном деле, если мы имеем в виду художественную ковку, то особо в цене, когда изделия имеют трехмерное пространство, сложные стили, это как вот модерн, напоминающие скульптуру. Рококо, барокко, где нужно обладать опытом, мастерством, работа годичной давности, балкон, лестница, барокко, черный металл плюс кованая латунь. Сделать их, это одно, но собрать воединую композицию, все это, надо быть художником. А с оружием работали? Оружие я посвятил достаточно много лет. Лет, наверное, 15 занимался я им профессионально. Работал с булатными, с дамасскими сталями. Ну, во-первых, я их сделал огромное количество. В основном это реплики средневекового оружия. Античного времени. Восток, Запад. Ну, что касается ножей, там, всяких охотничьих, это я не считаю, это как семечки. Вот король Иордании делал клинки. Хусейн. То есть в Иордании, в королевской семье хранятся клинки и ваши работы? Да. Есть клинок, по-моему, один в Эрмитаже. Есть клинечники, есть оружейники, которые занимаются отделкой. Я универсал. То есть я могу делать от чем до конца все полностью. Резьбу по стали, по серебру, и пайку, в общем, полностью все. И ставить камни, то есть и резьбу по стали. Железо очень твердый материал, поэтому для его обработки его нужно хорошенечко разогреть, примерно до температуры 1000 градусов Цельсия. Такую же имеет и лава, которая извергается из кратера вулкана. О, ничего себе! Хорошо прокалился? Нормально. Так, куда идем? Туда идем. Продолжение следует... Остужаем, да? Вот так. Я думал, будет дедовский способ, будет кувалда, наковальня. 21 век, ребята. Вот так, раз. А вот теперь мы будем применять тот инструмент, который я показывал. Берем клещами. Нагреваем. Ждем. Главное, чтобы он не сгорел. Он может сгореть, да? Легко. Сейчас нормально все у него? Да, сейчас нормально. Вот такую штуку мы пробили. Будешь теперь у нас молотобой. То есть заменю я вон тут все-таки станок, да? Ну да, без этого никак. Немножко неправильно бьешь. Ну вот, учимся бить. Продолжаем. О! Шикарный получился лист. Так, теперь молоточек. Выравниваем его. Жаль, что он таким красным и не останется. Дадим ему, чтобы он у нас красиво загнулся. Ну и для полного завершения композиции оформим хвост. Вот так вот, чтобы он у нас был, чтобы он у нас был, красивенький был весь. Вот так вот. Подогреем его еще чуть-чуть. А можете ли вы дать несколько советов нашим телезрителям, тех, кто решил, что кузнец, этот про него? С чего начать? С чего начать? С желания. А потом? С терпения. Ну и, наверное, нужно иметь какие-то таланты художника все-таки, задатки, да, хотя бы? Ну, я много знаю кузнецов, которые без образования работают. Нет, которые делают копии, неплохие копии делают. Ну, чтобы быть кузнецом в среднем, да и вообще хорошим, для этого не обязательно быть Леонардо да Винчи. А кем нужно быть? Хорошим человеком. Кузнец – это всегда хороший человек. Конечно. Поэтому я и учусь сегодня на кузнеца. Учусь быть хорошим. Знаете ли вы, что одна из самых популярных фамилий в мире происходит от слова кузнец? В России это Кузнецов, Ковалев, на Украине Коваленко, Ковалев, в Англии Смит, в Германии Шмит. И все потому, что кузнецы всегда были одними из самых уважаемых и известных людей в округе. Как вы думаете, есть ли будущее у современного кузнеца? У нас же планета ведь железная. Так что, извините. Работы много. Как сказал всем известный Михаил Исмаглюк, мой учитель и товарищ в одном лице, что нас, ремесленников, держит технология. Но не все можно сделать в программе, что можно сделать вручную. Много приходится времени тратить на совершенствование мастерства и на изобретение инструментов. Это нас отличает от живописцев, от графиков и от многих-многих других. Мы видим уже практически финал, да, его? Ну, скажем так, это элемент. Есть вещи посложнее, конечно. Ну, то, что мы с тобой сейчас сделали, это просто. Вот тут сейчас у меня работа текучая. То есть с банальными листами покончено. Будем делать шедевр от Александра Рыбакова. Да. Сейчас мы делаем вот такие вот листы. Красивые, смотри-ка. Сначала делается эскиз, проект. И уже по проекту отрисовывается подетальная какая-то вещь определенная. И ты ее делаешь. Вот данный метод, это вот как бы набросок фрагмента из лестницы. Если я вам принесу парочку блох, подхуете? Не вопрос. Это по-нашему. Ух ты! Ну вот вещь. Она такая своеобразная. Вот с таким вот... Кристаллом? Смородский. Это тоже вот деталь от лестницы. Это нержавеющая сталь. Буквально аленький цветочек. На этом все. Подходите даже к самой тяжелой работе с головой. И тогда у вас все обязательно получится. Это был телепроект «Сельские истории». Хотите задать вопросы нашему сегодняшнему герою или стать участником нашей программы? Звоните по этому номеру телефона. И, возможно, в следующий раз мы встретимся уже на вашем подворье. Продолжение следует...